Небольшое эмоциональное предисловие. Нет, друзья, вы не пугайтесь, это не какой-то очередной обзор на битву экстрасенсов, где я буду вам рассказывать, что экстрасенсов не существует. Хотя на самом деле, скорее всего, скоро этой передачи действительно не станет. Я ужасно волнуюсь. Ты правильно делаешь, Марат. Кстати, я всегда думал, что ты самый противный из всех ведущих битвы экстрасенсов. Ты что, не понял? И кто с тобой хочет сидеть за одним столом? Как же сильно я ошибался, Марат, потому что появился человек, который переплюнул тебя, ну вот буквально во всем. Серьезно? Этого человека зовут Сергей Сафронов, вы его прекрасно знаете. Этот скептик уже 21 сезон пытается поверить в экстрасенсов. Он действительно может помочь, он может исцелить. Но вот всего одна якобы в шутку брошенная фраза на интервью. Несите деньги мне. И всего одна не в шутку брошенная женщина, которой он вызвался помогать в телепроекте. Я могу вас подготовить. Я вам говорю о том, что нужно идти вперед, у вас все для этого есть. То есть он сам предложил вам помощь? Ну да. И каждое испытание будет, каждое задание будет по 200 тысяч. В один миг буквально разрушили всю оставшуюся таинственность вокруг этого проекта битва экстрасенсов. Чудеса существуют. И скорее всего разрушили карьеру самого Сергея. Вот вы, Сергей, на меня не обижайтесь. Можете подать на меня в суд или, я не знаю, навести на меня порчу. Но о ваших омерзительных злодеяниях и вранье я не рассказать просто не могу. И вот наступил момент, который вы ждали. Всем привет, меня зовут Николай Соболев. Вот в какое удивительное время мы с вами живем. Вот как у нас это вот происходит. Вот вроде все люди все понимают. Вся правда буквально на поверхности. Имена всех преступников раскрыты. Есть записи телефонных разговоров, где люди сами рассказывают, что и как происходит. Все это обсуждают и ничего не меняется. И вот удивительно, последнее время мы с вами наблюдаем сразу же за двумя похожими историями. Одна из них развивается прямо на наших глазах. Навальный ворвался в мировую политику, размахиваясь синими трусами. Об этом мы подробно поговорим в следующем выпуске. А пока что вторая многострадальная история с битвой экстрасенсов. Вы только вдумайтесь в аналогию проект, который годами фабрикует обман. Постановка и спектакль. Эти чародеи-редакторы годами используют и играют на чувствах людей. Твою дочку видел. За вторую переживаешь. Все нормально будет со второй. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Их годами разоблачают, что никакой магии не существует. Я экстрасенс. Ну а почему же ничего не получилось? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Ведущие этого проекта годами пытаются доказать, что все эти разоблачения полная чушь. У нас никакой постановки нет. Делается все так, по принципу такого компота. А в итоге всего лишь один несмышленый член команды палит всю контору с помощью телефонного разговора. Вся съемочная группа, кроме там двух-трех человек, знает, что не существует экстрасенсов. Рассчитывали все, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом. Два месяца назад по телеку стартанул 21 сезон битвы экстрасенсов. Ура, товарищи! Снова эти громкие заголовки. Душа бессмертна. Снова эти фрики, которые туда приперлись. Я буду победителем! Че ты на меня-то орешь? Главные пациенты сбежали из клиники неврозов. Я знаю свое тело и я умею делать все. Вот этот сумасшедший с виду молодой человек. Это в нем нет силы. Сразу показался мне чересчур знакомым. Я даже подумал, что вот где-то я его видел. Я его видел в своих страшных снах! Ну нахер. Нет, на самом деле это актер, который снимался в моем клипе. Вот в сцене на поляне. Вот он сидит, вот посмотрите экстрасенс собственной персоной. Это в нем нет силы. Хуже, чем сдохнуть без веских причин, это только смотреть новую битву экстрасенсов. Вот казалось бы, но нет. 6 миллионов просмотров на ютюбе набрал премьерный показ. Ольга Бузова пришла поддержать рейтинги передачи. Детей не вижу, чрево холодное. Но Бузова рано радовалась. И вот судя по абсурдности всего там происходящего, абсурдность там буквально на каждой минуте. Так решения все идут. Становится понятно, что передача близится к закату. К сожалению, сейчас все, что я вижу, больше напоминает тонущую лодку. Да, и видимо это понимал и скептик Сергей Сафронов. Ну а раз недолго осталось, так можно и подзаработать. Несите деньги мне. Как пожелаете, мистер Байкер. Ну, наверное, вас услышат. Сергея Сафронова услышала женщина по имени Алина Вердиш, горе экстрасенс. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. И жертва фокусника, которая до этого, увы, не смогла попасть в 20 сезон битвы экстрасенсов. Думаю, что больше этого не получится. Не имея яркого образа и какой-то харизмы, у нее был на руках козырь покруче, а именно личный контакт Сергея Сафронова, которому она, ну, позвонила узнать вообще, почему ее не взяли. Сергей, скажите, пожалуйста, мне пока никто не позвонил. Алина, привет. Ну, если не позвонили, то, увы, не прошли. Значит, не надо вам туда. Видно, есть судьба. Видно, не судьба. Ответил Сергей Сафронов, но немного, видимо, подумал и решил все-таки как-то, ну, помочь хорошему человеку. Не будьте равнодушны, ведь лучше сделать хоть что-то. Например, предложить женщине подготовиться к следующему сезону с одним только но. Ему нужны деньги. В частном случае Алины Вердиш, это были 600 тысяч российских рублей. За это получаете упакованную информацию, я вас подготавливаю к испытаниям, а вы выходите и отыгрываете как актер. Стоп. Серьезно? Неужели это тот Сергей Сафронов, который всегда рассказывал, что он даже зарплату на ТНТ не берет? Но ты же денег вроде там не зарабатываешь принципиально. Да, принципиально. Или уже стал брать зарплату? Нет, 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 принципы, они по жизни до всегда со мной. Ему всегда нужны деньги. Ну и все, все хорошо, можно начинать вот этот типичный развод Серега, такой добрый рыцарь. Я хочу вам помочь, я проникся вашей семьей, я хочу помочь. Который за столько лет, за столько лет ведения этой передачи вот так устал смотреть на этих визжащих фриков. Побери! Я устал в виде, когда побеждают уроды. И вот захотел все-таки на закате карьеры создать какого-то, ну вот своего нормального экстрасенса, а вот не вот этих вот всех. Такая хорошая узнаваемая история, ну бля, это вот талисман вот такой вот на груди, ну и преобладание черного цвета. Талисман на груди и черный цвет одежды. Ну охренеть, может быть есть какое-то еще волшебное слово? Да, очень классные курсы за 600 тысяч рублей. Можно сразу же абонемент взять? Несите деньги мне. Но, конечно, друзья, информации о черном цвете одежды, об этих талисманах Сергей не ограничился. И вот не зная, что... Я записывала все наши встречи. Серега наш начал разговаривать, он начал сливать все, что знает вообще о редакторах, все, что знает о проекте. Он мне рассказывал про внутреннюю систему программы проекта. Кто за что там отвечает, какие редакторы, за какими экстрасенсами представлены, вот все прям по пунктам. Он мне рассказывал, как и кто проходил финал. Все это постановка и спектакль. Так, стоп, то есть все это время Марат Башаров нас обманывал? Вы считаете, что это все спектакль, театр? Да что получается, и Сафронов тоже во всех интервью неправду говорил? Конечно, никакой подставы нет, никакого сценария нет. Ну мы же верили вам, ну мы же верили вам. Они вам верят? Ну дураки, я же говорю, дураки. То есть вам верить не нужно, абсолютно. Ну что, друзья, Алина Вердер спустя несколько месяцев обучилась таки актерскому мастерству, потратила эти 600 тысяч рублей. Махалай. А Сергей, удивительно, удивительный человек, снова был готов ей помочь. С помощью вашего таланта до финала дойдете. Вот только к 600 тысячам, которые она уже заплатила, нужно было доплатить еще 900 тысяч. 900 тысяч я должна сейчас. За три задания. Ширма, багажник и мистер Икс. Ну а потом, вот когда все эти основные задания уже будут пройдены, вот эти ширмы, вот эти багажники, Алине всего-то нужно будет доплачивать. Какое задание будет по 200 тысяч. Итого мы получаем общую сумму доплаты, потрясающую воображение. 2 900, я должна сейчас. В приватных разговорах называются суммы. Наконец-таки информация стала публичной. Вот сколько стоит довести человека до финала. 3,5 миллиона. Мы делаем деньги. За 10 лет вы ни разу не видели этой системы подсказок, да? Еще раз говорю, посадите меня на детектор лжи, я этого не видел, я не ловил. Вот сейчас если поймем... Не видел я, не знаю. Врунишка. Не подсказывает просто никому, вот кроме Алины Вердиш. Вот для нее, наверное, специально он разработал какую-то систему подсказок. Например, самое известное испытание битвы. 1 павильон, 30 машин. Как вы знаете, куча лишних глаз людей, которые находятся на площадке и должны, ну, за всем за этим наблюдать. Вы являетесь гарантом чистоты. За тем, чтобы никто ни в коем случае не подсказал, вот где лежит этот человек. Подсказать можно любым образом. Поэтому с коварных операторов было решено не спускать глаз. Блин, как же это иронично. Вот какие-то там операторы обсуждались в то самое время, когда Сергей Сафронов уже вовсю готовил там свои кольца, свой секундомер. Если у меня секундомер и личная вещь в правом кармане, значит это правый ряд. Если в левом кармане, значит левый. И также обратите внимание на... Да, на каком пальце кольцо я тереблю руками. Моя прелесть. Ну и, конечно, помимо этих секундомеров, он выслал Алине вот целое подробное описание. Кто там, в какой машине лежит, чья машина, кому принадлежит. Вот просто буквально весь список. Не бросайте прямого взгляда на меня. Подходя к авто, вы увидите мои руки сомкнутыми. Если я их сомкну авто, нас заподозрят. Именно поэтому я придумал технику пальцев. Какой пальец я согнул? Если кто-то допустит где-то ошибку, то цепь разорвется. И вот совершенно непонятно, вот что у этих ребят пошло не так, потому что вот вроде все было отработано, но может быть, не знаю, Сергей Сафронов не туда положил свой секундомер, или Алина Вердиш не на те кольца смотрела, машина была выбрана совсем не та. Когда я Сергея встретила, кольцо было на правом безымянном пальце. Это красный автомобиль. Торжественно сожалею. Девушка оказалась в белом автомобиле. Это фиаско, братан. Я думаю, что Сергей Сафронов, наверное, провел лучший фокус за всю свою карьеру, а именно исчезновение полутора миллионов рублей. Есть какие-то ощущения? Ощущения просто прекрасные, особенно учитывая, что после этого Сафронов исчез и сам. Сим, сенабим. Человек полностью меня игнорит. А затем волшебно объявился для того, чтобы сказать Алине Вердиш лишь одну уничтожающую фразу, мол, дальше ее никто там уже и не ждет. Меня вырезали из своей передачи без причины и следствия. Продолжаем уроки волшебства в нашей волшебной школе. Ну а дальше, как это и бывает во всех трагических историях, ну, от неразделенной любви Сафронов начал отмалчиваться, начал прикрываться больной мамой, не отвечал Алине. Верните мне деньги. Никакие деньги он возвращать, естественно, не хотел. Наверное, был слишком сильно занят увольнением с канала ТНТ. Телеканал ТНТ отстранил от битвы экстрасенсов ее бессменного ведущего иллюзиониста Сергея Сафронова. И вот что-то, наверное, из-за всего этого кольнуло в сердечке Сергея Сафронова. Он даже не извинился перед Алиной и вместо этого решил подать на нее, блядь, в суд. Все, что Альбина Вердиш рассказывает в своих роликах, все это клевета. Это легализация материалов американских спецслужб. Пускай она потрудится объяснить в суде, почему, раз по ее словам я ее лоббировал в проект, она в него не попала. Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Несите деньги мне. Итак, друзья, шутки в сторону. Вот что мы имеем в сухом остатке, так это логово мошенников. Потому что один ведущий берет деньги. Я сливаю информацию, мне платят миллион. И по его словам, кидает людей на эти деньги. Но я давал другую информацию. Главный скептик этого шоу берет бабки за выход в финал. 900 тысяч я должна сейчас. И тоже кидает людей на деньги. Все это клевета. Они до сих пор внушают нам, что вот эти вот удивительные люди способны решить наши мирские проблемы. Простит. Он реально сильный, он реально видит. Можно вас на минуточку? И для раскрутки этих колдунов канал использует не только каких-то медийных звезд. Да ладно. Привет. Еще раз, друзья, вот почему я в очередной раз делаю это видео, почему я так негодую. Потому что канал ТНТ использует реальные истории, реальных людей, которые убиты горем. У которых реально умирали близкие. В том, что Олег видит, Александр не сомневался. Слово. И на наших глазах вот уже столько лет редакторы этой передачи ради своей корыстной выгоды подсовывают этим убитым горем людям вот этих шарлатанов, ряженых. Зеродин, скажите, пожалуйста, что произошло с моим сыном. Которые загоняют им, глядя в лицо, ужасные, страшные вещи. И вот именно из личных записей Алины Вердиш, из того, что нам рассказал Сергей Сафронов, мы всей стороной узнали, оказывается, главную цель этого телепроекта. Суть программы состоит в том, чтобы найти боль человека. Это довести людей на съемочной площадке до слез. Если вы посмотрите программу и увидите слезы людей. Знаете, эти слезы выдавили из людей редакторы передачи, и это их главная цель. Вызмите подобные чувства, воспоминания, вот этой картинки перед глазами, чтобы родители заплакали и сказали, стоп, остановитесь, пожалуйста. Мы вам верим, это будет высший пилотаж работы. Высший пилотаж, это чтобы они уморяли вас остановиться. Слово, слово. Молодец, я не знаю. А медиум уже смотрел на Анну. Нет, медиум Олег Шепс все детство смотрел на успех своего старшего брата, Александра Шепса, который тоже удивительным образом побеждал в передаче. Дети до семи лет отдают всю свою энергию мертвым. Который уже несколько лет за бешеные деньги консультирует людей в интернете и продает волшебные амулеты по сто тысяч рублей. Чтобы далеко не ходить, вот кольцо моей бабушки. Да, это, кстати, именно то, чем сейчас будет заниматься его брат, который только что стал победителем 21 сезона. Хорошая работа, Олег! И абсолютно реальные российские рубли эти люди потом несут этим экстрасенсам после завершения этой битвы экстрасенсов, где они побеждают. Есть и другие программы. Передача суперрейтинговая, я уверен, что на 21 сезоне вот просто так, если мы с вами ничего не сделаем, если никто ничего не сделает, не закончится. Поэтому я обращаюсь к людям, которые смотрят меня. Это разные люди, это люди из телесферы. Обратите внимание на то, что происходит. И органы, это же действительно большая проблема и большой позор для нашей страны. Земелька кладбищенская. Ах, да, мошенничество! Вы все объекты разработок соответствующих служб. Юра Хованский, который постоянно там, не знаю, подает какие-то депутатские запросы. Мы в том числе охотно поддержим депутатским запросам. Юра, обрати внимание на это. Да, этого очень много, да, экстрасенсы это то, к чему мы как будто с детства привыкли, но от нашей привычки они не становятся менее отвратительными. За это ответственность не берем на себя, не несем никакой. Не вините проект в том, что у нас менталитет такой. Я очень надеюсь, что мои зрители поддержат меня вот уже в который раз, когда я поднимаю эту тему. Я надеюсь на распространение этого ролика. Обязательно покажите его своим близким людям, которые, возможно, до сих пор верят в экстрасенсов. Да, таких еще очень и очень много. Теперь восхищенная толпа мечтала лишь об одном. А можно лично пообщаться с вами? Да, очень. Ну, я думаю, можно. Это диагноз. Пишите в комментариях, что вы думаете на затронутую тему. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Николай Соболев. Всем спасибо и до скорых новых встреч, друзья. Пока!